Местные князцы коренных народов Северии и Дальнего Востока, начиная от Екатерины II, стали получать так называемые наградные жалобные кортики, которые поднимали престиж местных князцев, и они были втянуты в сборе натурального налога Ясака. Так, перед вами экспонат, который называется «Кортик народной парадный» с ножнами, с футуляром и надушкой у рукояти кортика, выгравирована надпись «Верхонавилюйская зимовья шалогонского рода князцу». В огурок вензеля Екатерины II на гарде тоже имеется надпись «Награден за исправность в казне». А на клинке, вот здесь, выгравирована надпись «Иркутс 1774 года». Можно было шаппоровать так. Этот кортик был представлен в дар нашему музею Иванову Ивановичу, и банке ветра на трудах жителей села Харьялах Алиновского района. Кортик у него хранился, вот, как семейная родовая реликвия, рода шалогон. Вот, долгожительница нашего района Афанасьева Анастасия Николаевна. Вот, как она является потомком князца, последнего князца шалогонского рода. Вообще, чтобы сблизить родовую племенную знать, Екатерина II начал дарить не только жалованные кортики, и различные регалии, медали. Также вот, парадные костюмы из красного или черного сукна. Ну, этот кортик был представлен, награжден, где-то вот в конце XVIII века. И каждый вновь избранный князь получал, как будто, наследство, как символ власти от предыдущего князца. Даже есть речка Кортуктах, или речка с кортиком, где встречались князцы, бывшие князцы и вновь избранный князь. И здесь произведилась торжественная передача символа власти кортика. Вот, таким образом, это наш уникальный экспонат рассказывает, что наши предки, эвенки шаловонского рода, вносили свой вклад в развитие наше большое государство Российской империи. Шаловонского рода Ольневский-Гавенков, князец, которого был награжден с вензерами княли второй многородным кортиком, кочевал этот род Верховаях и реки Мархи, Который впадает в реки Влюй. Между Мархокой и Мархой, даже по верховью реки Чун, по Селегиру, который впадает в реки Влюй, куда они кочевали, вот широко были расселены, и они были на хорошем счету, как хорошие, которые платили вовремя ЕСАК с оболинными шкурами. КОНЕЦ